Рабочие группы по выявлению неформальной занятости действуют постоянно и обычно приходят с обследованием на торговые точки как нежданные гости. Сотрудников мебельного магазина такой визит в сопровождении съемочной группы явно застал врасплох. Трудовые договоры никто предъявить не смог, а руководителя на месте не оказалось. Сотрудники мобильной группы не обнаружили в помещении ни уголка потребителя, ни другой обязательной документальной информации о торговом объекте. ИНН и название предприятия пришлось записывать со слов людей, чья принадлежность к данной торговой точке официально никак не подтверждена. А грузчики кто грузит? Наемные у нас. Понятно, что наемные. Мы нанимаем в городе. То есть вы имеете в виду, что по гражданству договора нанимаете? Да, да. Моих грузчиков нет? Ни в коем случае не выгодно. По итогам обследования был составлен акт. Он предписывает собственнику данного магазина предоставить необходимые документы законности своей деятельности и трудовых отношений с работниками в течение трех дней. С него бизнес выгоден предпринимателям. Они таким образом уходят от налогов. Но страдают работники, так как неформальная занятость лишает их социальных гарантий и достойной пенсии. Когда вы приходите на работу и заключаете трудовой договор, обращайте внимание, чтобы это был именно трудовой договор, а не договор оказания возмездных услуг. Чтобы обязательно была подпись работодателя, было указано его ИНН, была указана заработная плата и прописаны все существенные условия оплаты труда. Если вы считаете, что ваши права работодатели нарушают, лучше сразу же их урегулировать, не доводя дело до рассмотрения в судах, которые влекут за собой расходы как для работника, так и для работодателя. А центр занятости всегда готов оказать консультативную и методическую помощь как работнику, так и работодателю, для того, чтобы их трудовые отношения были надлежащим образом урегулированы и в дальнейшем не возникало спорных ситуаций. За уклонение от надлежащего оформления трудовых договоров на работу дателя может быть возложен штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей. В зависимости от того, является он юрлицом или индивидуальным предпринимателем. Благодаря работе мобильной группы, администрации курорта и центра занятости населения с начала года 1249 человек легализовали свою трудовую деятельность.